По последним данным, явка на парламентских выборах в Азербайджане составляет чуть более 33%. Но выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. Пороги явки в стране нет. На одном из участков столицы за ходом выборов следит Ильшан Алиев. На этих парламентских выборах впервые проголосуют 51 141 человек. Причем избирателей, которые 18-летие отмечают 1 сентября, ждет сюрприз. В нашем избирательном участке должны проголосовать 1280 человек. В этом году одному из наших избирателей исполняется 18 лет. Ему представитель Центральной избирательной комиссии вручит памятный документ. В то же время местные и международные наблюдатели продолжают следить за ходом голосования. Так, члены миссии наблюдателей от СНГ успели посетить уже 9 избирательных участков. Ее глава Леонид Анфимов отметил, что никаких нарушений во время избирательного процесса не зафиксировано. Вы знаете, что меня приятно поразило, приятно именно поразило то количество необходимых подписей для выдвижения кандидатам депутаты парламента Азербайджана. У вас численность собранных подписей должна составлять 450 подписей. Вот, например, республики Беларусь за тысячу. Поэтому, если говорить о демократичном подходе к выдвижению кандидатов депутаты парламента, то, конечно, на порядок выше, чем в других государствах. И фактически каждый гражданин может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты парламента. Это вторые в истории Азербайджана внеочередные парламентские выборы. Первоначально их должны были провести в ноябре. Однако перенесли из-за предстоящей конференции ООН КОП-29 по изменению климата. Депутаты избираются сроком на 5 лет. Эльшан Алиев, Сахават Абдуллаев, Уадгасымов, МИР24.